Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Всякий коллектив, совместно решающий какую-либо задачу, независимо от размера коллектива и сложности задачи, рано или поздно сталкивается с необходимостью планировать работу и выставлять участникам задания. Планировать работу можно с помощью устных, а еще хуже письменных распоряжений и разноцветных стикеров, приклеенных на монитор вашего компьютера. А можно использовать современные технологии и планировщики задач. Другими словами, Task Manager. Сегодня мы поговорим об одном таком планировщике под названием Asana. Громкое имя, да? Но и приложение, надо сказать, неплохое. Заходим на asana.com, регистрируемся, создаем профиль, задаем пароль. Пароль, естественно, должен быть надежным. Теперь добавляем людей в команду. Я добавлю другого меня. Другому мне придет письмо с предложением присоединиться к команде. Я присоединюсь, и нас в проекте будет уже двое. Я и другой я. Мне первому Asana сразу предлагают пройти несколько простых шагов для постановки задачи. А именно, создать новый проект, над которым мы будем работать. Мы будем делать скринкаст. Можно добавить описание. В рамках проекта мы добавляем задачу и выбираем, кто ее будет решать. Ее буду решать другой я. Добавляем комментарий к заданию, если нужно. К одной задаче можно добавить подзадачу и назначить ей, например, другого исполнителя. Ну и дальше Asana предлагает обращаться с другими вопросами вот сюда. У нас пока вопросов нет, поэтому мы вернемся к заданию и немного его подредактируем. А именно, и это важно, добавим дату. И у задачи, и у подзадачи. Теперь, если заглянуть в календарь, к счастью, девственно чистый календарь, мы увидим на 29 января одно активное задание. Соответственно, если мы заглянем в календарь у другого меня, то там мы обнаружим открытое задание на 29 января. Предположим, я его сделал, нажимаю комплит, вижу улетающую птичку и радуюсь ровно до тех пор, пока руководитель проекта не зайдет в свой инбокс, не увидит сообщение о выполненном задании, не нажмет инкомплит и не снабдит задачу дневным комментарием. Соответственно, задача вновь появляется у меня в календаре. Вся история по изменениям статуса есть в инбоксе и все это дублируется на почту. Что еще добавить? Пара слов об интерфейсе. Здесь есть задание, которое я создал, задание, которое я кому-то поручил и недавно выполненные задания. Участники команды, переписка внутри команды, календарь команды и список проектов. Team Conversation, переписка, это место для общения, создаете тему, начинаете писать. Календарь команды, это общий календарь работы команды. Календарь внутри проекта, это календарь по конкретно этому проекту. Задание, соответственно, можно двигать. Есть мои задачи, у меня их, соответственно, нет. Давайте перейдем в аккаунт другого меня. У другого меня есть две задачи, причем, видите, они просрочены, даты помечены красным. Есть инбокс, где отражаются все действия. Дашбот, можно следить за развитием проекта. Горячая кнопка добавления, задачи, диалога, проекта или нового участника и настройки по владельцу аккаунта. Конечно, в тестовом режиме на двоих это не репрезентативно, но если команда из 15 человек ведет десяток проектов, можете представить, как это все начинает работать. Симпатично, удобно, современно. Если вы уже перешли из мезозоя в средние века и используете Google календарь, можете сравнить. По моему скромному убеждению, это приложение удобнее и красивее. Осану использует в своей работе New Yorker, TED, Uber, ну и теплица социальных технологий. На самом деле, Осана это первый тоскменеджер, о котором мы хотели вам рассказать. На очереди еще два. Посмотрите, сравните, выберите, что вам больше по душе. А для этого подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Пока! Пока! pacляет письмо 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 Пока! Пvariante письмо письмо на у 하т%, ты потом, под Paulo и к leadем мы